Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, я Зератул и с вами 30 серия прохождения игры под названием Genshin Impact. И, ребятки, ваш стример настолько сильно подготовился, что записывает это видео достаточно поздно. Уже, ребятки, 4 утра по моему времени, а я работаю, работаю для вас, любимых и родных. Итак, собственно, ребятки, так, запись пошла, звук пошел, у нас сегодня такая ночная атмосфера, но я уже объяснил почему. В общем, рассказываю быстро, прям вот четко, без всякого этого. Короче, всех героев, которые у меня в основном отряде выбрал, это Razor, это Ninguan, это главгерой, потому что его постоянно нужно, ну, юзать, и это Diona. На запас у нас есть Беннет, со всех остальных героев я снял даже артефакты, и их буду брать только, ну, в случае самой-самой крайней необходимости. Это первое. Второе. Диону апнули мы, по-моему, даже на стриме еще. Этого не трогали, этого не трогали, этого апнули на стриме точно. А, нет, Диону я апнул вне стрима, я ее апнул сейчас, перед тем, как записывал видео. Я нашел такие эти стрелы, я апнул ее, а вот Razor мы апнули на стриме. Итого у меня получается два очень лютых героя 70-го левела, и тут два таких вяленьких героя, ну, и Беннет на подхвате. Вот. Это что касательно героев, и что касательно... Того, какая у нас атмосфера в видео, ну, то бишь, почему я тут сижу в полумраке. Что касательно наших квестиков, у нас все с вами, ребятки, предельно просто. Смотрите, мы должны, в принципе, двигаться-то по сюжету, и сюжет, я так понимаю, это настоящее сокровище, задание. Но, но, у нас есть вот такой вот квестик, возвышение ранга приключений, который даст нам два ролла и сотку кристаллов. И я, честно говоря, хочу его выполнить, потому что я думаю, что я в состоянии буду играть с такими героями, которые у меня есть на новом ранге приключений. А вот, если его не апать, то я что-то не знаю, короче, не уверен, не уверен. Ну, мы сейчас, собственно, все проверим, прям уже на запись. Я специально не выполнял этот квест, чтобы, как сказать, все осталось под запись. Погнали! То есть, наша задача сейчас быстренько апнуть ранг и с апнутым рангом бежать, выполнять сюжетные квесты. Но перед этим мы, естественно, откроем кучу роллов, потому что их я подкопил. А вот сколько их, ты узнаешь чуть попозже. Значит, мне, получается, нужно возвышение, чистка руин, одиночный режим. Подожди, что там было за требование? Пиро и гидро. Пиро и гидро. Ну, вот тебя мы меняем и ставим Беннета, соответственно, вот у нас пиро. Погоди, там нужно Анома еще? То есть, вы хотите сказать, что мне нужно поменять? Давай попробуем так. Если там будет что-то, что я не смогу пройти без этих героев, то придется все-таки их взять. Но мне кажется, что мы пройдем и так. Просто тут иногда бывают всякие квестики, где нужен именно конкретный элемент. Но я надеюсь, что здесь таковых не будет. Здесь нужно просто... О, тут я уже медленно убиваю, кстати, скажу я тебе. Вообще, прям медленно, я бы сказал. Однаку. Может быть, я тороплю к обытии? Я, смотри, прям как медленно убиваю. Правда, обычными автоатаками, да? Ну, но тем не менее. Поверьте ли нам апать, ребятки? О чем думаю? Так, тихо, 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 тихо. Зажали, зажали, а! Гопники! На! Теперь давай поиграем с вами. Раз, два, три. Да не, нормально разваливаю. Акидамина асай. На тебе огоньку добавил. Ешечка. Ай, там босс, я думаю, что такое? А там босс появился, лоу. Так, щит пока горит. Тебе мы щит тоже делаем. Но я надеюсь, что я не пожалею об этом решении, да? Вот апнуть себе ран. Вроде бы у меня тянут герои. Может быть, у меня не хватает артефактов, конечно. И это сильно заметно, и это сильно влияет. Но я надеюсь... О-о-о! Нифига ты меня дал на пол лица. Да хватит меня бить. Ну-ка на. На. Так, надо чутка пострелять. Надо чутка заморозить. Надо чутка жахнуть. У-у-у-у, как больно, 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 больно. Верю. Верю, что ты жесткий. Отпусти! Он меня не отпускает, ребят. Ты посмотри, он бегает и не отпускает. Алло. Мы так не договаривались. На. 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 Топает он тут, понимаешь ли. Так. А ты где щит взял второй опять? Девушкин кот. Что-то внезапно сложно. Так. Раз. Два. Три. У-у-у! Огоньку тебе. Ну щит мешает у этого чувака. Надо его добить как-то. А он щитом прикрылся и по идее его добей называется. На. Тысяча триста тебе. Надо убить одного хотя бы из них. И при этом не потерять. Рейзера желательно. Оп. Оп. Так, я не ушатал что-ли эту? Да ешкин кот, я ешкин не попал. Ой-ой-ой. Тише, 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 тише. О, хорош. На. Он умер, да? Все. Осталось только разобраться с боссом. Ну. С боссом дела обстоят попроще. Тут просто юзаешь щит, да и жахаешь этого босса. Иди сюда. Оп. Оп. Так, тихо, тихо, тихо. Тыдынс, тынс, 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 тынс. И жахаем. Да убьем, и босса, наверное, убьем. Интересно, я когда апну вот 35 ранг, получается мне будут враги сильно выше уровня, что ли, попадаться? До этого примерно моего уровня и попадались, а сейчас что будут? Не очень понимаю, как здесь работает эта система. То есть вот я апнул ранг, и мне что, враги теперь будут попадаться? Какого уровня? С 70-го, что ли? Умри, пожалуйста. А он умирает. А вот нингуанка у меня умирает. Обалдеть, какой жесткий босс. На. Все, открылась. Открылась дверка, я надеюсь, там больше не нужно ничего открывать? Или это только первый уровень? И тут еще такие же будут. Так, подожди, тут что-то непонятно. Ага, мне их нужно всех ушатать, да? Ммм. Как мы это сделаем, ребятки? Как мы это сделаем? Ну, в теории, наверное, вот так. Так, конечно. Да, он исчез. Я мокрый? Да ты тоже мокрый. Раз, два, три. Ой, отпусти, отпусти, отпусти. Ой. А он умрет там, интересно? Или что с ним будет, как вы думаете? Или мне теперь придется за ним спускаться? Надо похиляться. Так, ну этот точно мертв. А тот, видимо, тоже мертв, да? Он упал, походу, и с концами. Ну, и отлично тогда. Так, мы немножечко похилились. И это прекрасно. Сюда приземляемся. Шахаем. Ну, и все нормально у нас получается, да? Всех ушатал? Всех ушатал. Так, окей. И тут буквально пару стражничков, да? Ну, и сейчас тогда разберемся. Давай только вот... Ой, нингуанку воскреси. Мы вот этих вот убьем, потому что они противные. И они меня... Будут отвлекать. Тише, тише, тише. Вот об этом мы с тобой не договаривались. Так, этого ушатал. От этого увернулся. Я, ребятки, вы даже не представляете, как долго готовился к этому видосу. Продолжение сюжета. Мне пришлось посидеть часа четыре примерно. Я еще придумал, какой видос вам еще снять. Такой. Которых еще не было на моем канале, так сказать. Новый формат по Genshin Impact. Естественно. Вот. И я конкретно так сидел, готовился к этому видосу. Потому что мне пришлось апнуть Диону вне записи. Мне пришлось пособирать для этого очень много стрел. А чтобы пособирать стрелы, пришлось, короче, поубивать хиличурлов. А их же надо еще сначала найти. И вот это вот все. Короче, нормально подзапарился я перед этим видосом, хочу тебе сказать. Вот. Дальше, ребятки, когда мы пройдем большую часть сюжета, мы будем заниматься тем, что мы будем стараться выбить правильные артефакты для моих героев. Но не эпические, а легендарные будем пытаться как-то пармить. Вот. Уже один выбили легендарный. Очень хороший артефакт. В общем, вся информация была на стриме, все видели, что я там выбил. Из волка мне выпал крутой артефакт. Там часик, по-моему, какие-то. Так, акидами на ассай. Но он все дефает. Вот же противный босс. Я надеюсь, там в конце не будет еще одного босса. Вроде бы сейчас эта дверь открывается, ключик АГГ, да? И я выиграл. Да, я надеюсь, это так. Да, это так. Ну и отлично. Я надеюсь, что я реально не пожалею о том, что я так сделал. Но вроде бы я шатаю и так... А-а-а! Лол! Вот приплыли. Ну и где он спрятался? 8 минут, 9 врагов. Ну это еще нормально. Так, точку не забываем. Настакаем пьюшку. Раз, два. Да подойди сюда, что ты... Прыгаешь тут, а? Я только одного у шатала. Прошло уже... Минута. Прошло уже немало времени, хочется сказать. Ну вот этого главного надо убить. О, елочку. Потому что он самый противный, он будет меня отвлекать от мелких мобов. В принципе, должен, наверное, уложиться. А, я не Беннета хотел, я Диона хотел, конечно. Сжатнуть нужно. А-а-а! Я не попал! Да блин! Он невидимым становится и из-за... Из-за этого, короче, я по нему не попадаю. На! Так, все. От этого избавились. Теперь получается опять вот это вот так. Чуть-чуть подстреливаем. Блин, я хотел включить ульту на Дионе, а случайно переключился на Рейнер. Ладно. Шатаем и так. Но должен уложиться. 4 из 9. Остались только слабые мобы. Я сильно убил в начале. Да, должен уложиться. Так, кидами на астай. Да, вполне себе. Я уже даже более-менее нормально привык к героям и умею их как-то нормально, адекватно комбинировать. И вы знаете, очень удобно, потому что Диона дает заморозку, которая для Рейзера дает баф сверх урона. Поэтому у меня еще даже какая-то адекватная связка получилась. Плюс заморозка и кривый эффект от Беннета дает... Не понял. Дает... Дает... Этот самый. Пар, который наносит много урона. Еще что-то будет, что ли? Ой, тут был обрыв. Что-то пахнет. В смысле? Ничего не понял. Что это такое? А где конец? Я же ушатал главных боссов. И что, кого? А я еще, кстати, забыл прибавить вам звук. У вас там на фоне было тихо. А что, кого? Я думал, все. Я ушатал босса. Ушатал босса и... Да, господи. Ушатал босса и при этом ушатал мобов, которые не давали мне пройти. Я думал... Я думал, сейчас мы откроем ключик и на этом закончится левел. А тут прям полноценный данжик получился. Он не себе такой большенький. Ну ладно, сейчас пройдем его. И наконец-то хочется мне паролить героев. Потому что у меня там накопились штучки. Хочется. Еще один факт миньонов. Да блин. Реально, походу, еще один факт миньонов. Так, ну этих нужно огнем. Фэн это я действительно не зря взял. Это я скорее для себя, чекам, для них. Фэн это дай. Сейчас заряжаюсь. Захаю. Сверху урон. И... Ну и дальше просто фид уроном днем того, который без щита. И еще не забываем на него периодически пар накладывать. Дальше добавим ему немножечко гео уронщика. Вот по этому уронщику. Вон, видишь, у меня пар постоянно прокается и всякое вот это вот. Разжатываем. Так, ну все. Ура, 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 ура. Активируем. Да блин. В смысле? И мне тут еще электрогипостазис дали. Нифига вы лютые. А как я его должен убивать? У меня главный герой это рейзер. Кек. Так я его не убью за 8 минут. Вот это рофл. Прикинь, если я зря в итоге проходил. А сейчас я урон не нанесу. Ой, кек. Ой, такой рофлокек. Кек. Да. Ну его надо огоньком бить. Ну я его долго буду колупать, конечно. Долго. Но боссов я в любом случае убиваю в основном на стриме. На стриме мне с ними кто-нибудь помогает. Так что в принципе... Да, у него иммунитет. Молодец. Я готов бить электрогипостазис электричеством. Это, конечно, было очень адекватно. Блин, я если бы знал, я бы, конечно, тогда бы еще бы, может, подумал выполнять бы или нет. Просто у меня рейзер главный перс мой. Да ешкинг. Вот сейчас у меня еще рейзер помрет. Да куча. Ого. Ты ее как забыли. Бежим, 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 бежим. Да е. Оп. Щеточек. Желательно накопить еще Ульту. Я не знаю, реально я успею его убить-то. У него потом еще будет Отхил лютый. Короче, что-то я, ребят, реально внезапно осознал, что я, походу, не пройду. Левел-то этот. Внезапно. Внезапно здравствуйте. Хотя, может, и пройду вон. Короче, непонятно. Короче, непонятно. Да что ж я вечно подставляюсь. Так, 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 ой. Так, акидай мне на сай. Раз. Два, три. А дальше он уже не дает мне так делать. Знаете, я чего боюсь? Я боюсь, что когда будет момент, когда у него будет три кристалла, и мне нужно будет уничтожить кристаллы, чтобы он не похилился, я боюсь, что я не смогу это сделать. И тогда, получается, я тут зря потратил столько времени на записи, и это, конечно, будет печально. Ну, вроде мы его тут доколупали как-то в состоянии одной трети. Но остается пять минут. о, 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 о! А, э, а, о-о-о! А, о-о-о! А че это тут, че-то новенькое. Такого мы еще не видали. А вот такого мы еще не видели. А такого нам не показывали. Раньше он так разве делал? Не делал же. Жесть. Так, где ты там? А, нет, только не бур. Бур так много урона наносит. Это жесть. Так, бьем. Бьем. нет смысла бить согласен вот сейчас есть смысл бить сейчас появятся эти кристаллы которые я не убью 4 минуты у меня на все про все на все про все 4 минуты но блин он не дает мне ничего делать он постоянно превращает что-то бей и най бей вот сейчас появятся эти три кристалла да и вот видишь их нужно огнем расколупать а у меня огонь только у бен это так ну два я убил один нет он сейчас похилится и у меня три минуты остается вот же засада да ты нет ой какой противный босс хотя он вроде бы легкий должен быть так давай 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 кулачок ножнички вот это вот все свое вот молодец перед я бью 1 2 да я поменял уже героя 34 не успели сейчас снова этот кристаллик появится да так ну тут мы уже знаем что делать хотя бы о важное сообщение с повышением уровня мира сокровищ становится богаче но также усиливаться и хранящие их монстры все выполнили новый уровень мира 4 максимальный ранг приключений тора и мы апнулись ребятки покинуть подземелье а так нет сундук то давай откроем и больше здесь ничего не осталось все мы таки смогли мы как и смогли мы не не потратили времечко на серии зря я прям совсем какой-то яркий когда у меня загрузочный кран но это нормально так и что я хотел сделать я хотел посмотреть какой у меня уровень почти 37 почти 37 однако однако и насколько лютые стали враги давай смотреть вот например 49 ну не они все равно слабы я думал тут прям какой-то лютый будет подъем настолько лютый что я реально не смогу из-за этого играть но по ощущениям не вот прям сильно стали монстр опаснее так чутка ну то есть ну да они стали опасно но не настолько чтобы я прям страдал игру так что принципе наверное момент все-таки нормально был подобран наверное да я по-прежнему убиваем монстров и ребят чисто для теста решил добьем этих монстров и убежим да ну и окей тогда получается мы что с тобой делаем мы с тобой открываем менюшку открываем молитву у меня с тобой 309 вот таких штучек 4 вот таких штучек и пошли погнали помолимся ребят может быть мне выпадет уже наконец-то ци-ци которые я так давно жду так давно жду но видимо это будет не сейчас или может быть к ци-ци лучше здесь не жаль у меня скоро гарант эпиков в обычных по моему еще у меня скоро гарант легендарки потому что там уже я очень много роллов сделал где-то 60 плюс так что гарант реально близок эпик эпик пусть это будет ци-ци пожалуйста пожалуйста какой бы нет да не нужен мне ваш беннет блин да его даже из основной пачки выкинул а обида обида игра обида я хотел не его я хотел ци-ци а в итоге я качаю бен это снова так ее имя или саю пожалуйста ни того ни другого сказала игра ну да ладно мы сейчас все равно и заставим мне по гаранту выбить что-нибудь полезное вот так сейчас мы еще купим ролл и еще она пусть это будет новый герой новый герой новый герой да это саю это саю это саю это саю ю ю ю и отсюда возникает вопрос если у меня здесь был не крутить дальше просто я думаю ребят стандартный или вот это давай наверное крутить вот это объясню почему потому что здесь есть шанс выбить золотого героя вот ее имею она золотая давить детали да ее имя золотая соответственно лучше тогда крутить этот соответственно мы еще раз молимся сейчас прикинь легендарка но нет потому что видно сразу а мы а мы все равно попробуем все равно попробуем обменять молиться вообще у меня осталось 10 осколочков я смогу пить еще один ролл но я не знаю буду ли я это делать сейчас или оставим а потом это во первых а вторых давай как в магазине чекнем что там продается за 34 можно купить какого-нибудь героя а у меня уже 28 то есть осталось еще немножко я смогу купить какого-то героя просто так тут не хватает буквально десятки а мы с тобою что делаем я уже забыл ах да мы с тобой конечно же конечно же конечно же открываем пачку отряда сначала поменяем бен это на саю сай это один из героев которых я хотел получить потому что вы знаете что я немножечко фанатею пололи девочкам вот соответственно мы ее возьмем сейчас снарядим при оденем вот это вот так все дальше мы идем к бэннету активируем созвездие она мне дает что восстановление энергии бэнк на 30 процентов когда его хп падает ниже 70 да конечно нам бы нужно знаешь что вот это нам нужно вот это нет подожди 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 или вот это или вот это подожди какой перк не ушли шестой там был у бэннет какой-то перк который не отталкивает его после ешки странно ладно что я видимо не знаю в общем в общем наша прекрасная саю он какая она лапочка но нужно для ее а по какие-то странные штучки кстати ролл на халяву можем получить прямо сейчас если мы ее возвысим соответственно мы что делаем мы жмем раз 2 до какого надо опыта я уже забыл ребят 20 я уж так давно не ополз с нуля героев придется потратить на нее много книжечек ради ролла но я ее целом все равно бы докачал потому что вы поняли вот тут мы немножечко вот так вот так вот так по чайной ложечке все отлично подтверждаем возвышаем возвышаем и вот тебе пожалуйста халявный ролл мы его получаем дальше для возвышения нужны марионетки ядро каких-то марионеток это мы потом конечно же найдем давай читать об персонаже значит день рождения 19 10 анемо то есть это еще один ветряной герой наконец-то мне не нужно будет главгероя качать вообще в принципе а то мне приходилось качать главгероя чтобы на нем временами бегать потому что некоторые квесты нужно с анема эффектом выполнять а так и получается могу просто сайю брать и все малый сузи мудзина созвездий а что у нее по истории озвучки вот это всего большинство жителей надзума даже не подозревает существование сию мацубан по своей сути сию мацубан это тайная организация подчиняющаяся комиссии ясиро а еще все мацубан есть одна маленькая ниндзя по имени саю и о ее существовании известно еще меньше чем о самой организации на этом и закончим если кому надо там давайте я вам покажу только до конца зачитайте если кому-то надо не будем на этом сильно отвлекаться что умеет наша саю у нее значит меч что кстати за меч давай смотреть двуручный у тебя меч не шиша ты девочка подожди то есть это лоли девочка с огромным черт подери мечом ну ты даешь мать ну ты даешь конечно получается ей нужен тоже что ли прототип архаичный попадая элементальным навыкам могут ввода обычной заряженной атакой создать на партнерик на 1 кристаллу ранить его нанося 8 урона крилта наносится 200 урона эффект 3 у нас точно есть потому что у нас есть диона в принципе можно попробовать даже с этим мечом побегать поэтому да поэтому да с артефактами пока я не знаю что ей нужно но видимо видимо бонус физ урона и вот это вот его давай значит соберем саю как ты бегаешь собственно как и диона как ты стоишь какие у тебя есть анимации эй ну алё какие анимации есть чего она ждет ребят она покажет на какую-нибудь анимацию ну ребят ребят ты какой ты какой я не понял из-за того что у меня уровни апаются да и она не показывает анимацию все мы увидели все уровни давай анимацию какую-нибудь так она покалякала но ничуть и делает почему а вот превратилась какую-то штучку однако окей запомним теперь у нас ребятки есть новый герой я этому лично очень рад я хотел выбить саю потому что это воли девочкой этим все сказано она у меня конечно же слабый но давай посмотрим на ее перки значит ее ешка это что это а это я вспомнил да это такой урон пока мы пытаемся и потом мы с ноги так сказать выходим окей ну я ее естественно внезаписи попытаюсь попытаюсь почему пытаюсь они прям вот точно прокачать потому что книжечка как видишь у меня совсем не маг поэтому не знаю смогу ли ее прокачать конечно и у нее получаются вот такие атаки но она делает тпшку да на какую-то мини тпшку делать ну-ка давай почитаем об этом до четырех рубящих ударов мечом заряженный атака вращаясь атака по окружающим врагам на который непрерывно тратить на нос после вращения проводит дополнительно мощную атаку мечом атаки в падении стремится дждд джд 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 принимает форму ветряного колеса катится небольшое расстояние вперед совершает удар это мы тоже видели что делает ульта она призывает на помощь саю пару умелых рук наносит анома урон окружающим противникам и лечит всех ближайших членов оператор то есть это у нас еще один саппортик дальше у нее есть кое-кто более подходящий когда сая будучи активным персонажем вызывает реакцию рассеивание ну то есть проще говоря ешку свою юзы она восстанавливает 300 хп всем членам отряда и окружающим союзникам она также восстанавливает одну хп за каждую имеющую единицу мастерства стихий опа то есть на нее нужен сет мастерства стихий подожди 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 а это не значит ли что вот эти вот не часики а фляжка идут сюда мастерство стихий 80 легендарка и такая хорошая казалось и такая хорошая жалко что вот здесь сила атаки а не бонус к лечению а так она была бы вообще бы идеальной вот это однако однако интересно однако интересно получается нам нужно ей сет странника собрать так на голову мы обычно надеваем всякую рандомную так времени щит берсерк инструктор гладиатор изгнанник инструктор есть странник у меня что нет странника а как выглядит странника какой еще странствующий ансамбль подожди нет странника просто понял кляшка странника странствующий ансамбль а он один у меня он у меня один ты понял но есть же альтернативный какой-то есть же альтернативный который тоже дает бонус к стихии я точно помню как он называется инструктора можно сет ей дать сет инструктор и возможно ооо мастерство стихии вот это вот для тебя получается получается мне нужен сет инструктора идеальный сет инструктора так тут какое то все вяленько вот здесь хотя бы фиолетовое так сила атаки сила атаки сила атаки что-то мастерство а ну да все правильно здесь же не может быть ничего кроме силы атаки значит нам нужно мастерство стихий нароленное снизу сила атаки защиты к сожалению тут не везде наролено вот можно попробовать например вот тут побольше хп соответственно вот у меня уже вызов элементальной реакции увеличить мастерство стихий это значит мне нужно 4 инструктора для этого нужен цветочек цветочек у меня есть соответственно у меня есть перышко есть цветочек и нам придется подожди не понял а что у меня не найдета тогда а вот это вот нужно поменять поменять на сет инструктора возвращаемся на дешманскую чашечку придется поменять так есть стихии да вот мастерство стихий да вот соответственно получается вот так и здесь мы берем какое-нибудь с мастерством стихий на однослотовый сет ну то есть вот там на устойчивость к электро пиру и так далее это сила атаки это шанс крита это крит урон я пока просто просматриваю нам нужно найти с тобой бонус лечение блин ну это маска берсерка шанс крита бонус лечение но она на бенете че ж так обидно то шанс крита а может быть у меня есть мастерство стихий в какой-нибудь такой шапке ой случайно я случайно я случайно я в обвеске нажал мне на ту кнопку аааа нет получается у меня да такого сета полезного можно снять с бенета в теории да можно снять с бенета там или попытаться выбить ее потому что бонус лечение это вещь полезная вот здесь кстати мастерство стихий есть ладно давай просто наденем рандомную потом выбьем нормальную потому что в любом случае та которую я надел она очень пловенькая и в итоге получается наша саю вполне себе уже играбельная а это означает что это означает что серия наша подошла к концу 7 минут начинать новый квест или нет так 60 осколков сколько у меня там было вернее сколько не хватило давай выполним побочный квестик быстренько выполним побочный квестик вот этот потому что за него дают осколочки и он где-то прямо в городе идем с тобой уф как меня засвечивает два экрана реально но от этого никак не избавиться они же просто есть я не могу я же с него играю так нам нужно у стражника что-то там расспросить и нам за это 60 кристалликов гадут и мы сможем заролить еще героя здорова приветствую почетный рыцарь чего я могу помочь я еще не знакомца с глазной повязкой вы черной одежды светлые волосы так помню такого сначала он прохаживался по масштату мне это показалось подозрительным и я решил за ним последить но он быстро от меня избавился я не счел это достаточно значимым чтобы привлекать нашего скаута к слежке с воздуха пока магистр джин с нами какого-то подозрительного чужака можно не бояться может и так но джин отнеслась бы к этому куда серьезней ха ха верно подмечено с другой стороны зная что магистр джин может отреагировать на ситуацию слишком остров то говорить ей об этом как раз и не стоит как вы считаете еще кое что перед тем как я сел ему на хвост он провел некоторое время в кузнице и разговаривал с Вагнером спросите его может он знает чего-нибудь про нашего незнакомца все 60 кристалликов дали нет да мне нужно прям полностью квестик пройти походу ладно так здорово что он я еще не знаком помню пару дней назад он приходил чтобы заказать партию материалов для кофта но я о таких материалов и слыхал не слыхал потом он осмотрел пару моих мечей и ушел говорят он часто захаживает выпить в долю ангелов если он так нужен рыцарям и гильдии то искать его нужно именно долю ангелов значит не знакомцы мог приметить делюх в общем пойдем в долю ангелов все короче квест ребятки походу растянулся за 7 минут не уложимся просто я стараюсь соблюдать тайминги серии чтобы они не были слишком длинными и учитывая что время реально уже почти 5 утра так что я mycket тут поспать пойки так господи этот плакат вечно так да 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 по рову Ну, сейчас быстренько всё досочиняем, в смысле, допройдём, и надеюсь, что всё будет нормально. Я периодически поглядываю на этот кран, потому что я проверяю, идёт ли запись. Чё-то я переживаю теперь. А, чего желаете, виноградный сок или яблочный напиток? Да, алкоголь так и не предлагают. Харльц, ты случайно вы сокол-блондин с глазной повязкой не видел? Видел. Он приходил к нам каждый вечер и кроме выпивки ничего не заказывал. А иногда он покупает напитки из самых смешанных. Я ничего о нём не знаю, но судя по его предпочтениям и навыкам смешивания, он знаток тонким вкусом. А что думает Дилюк? А это его мнение и было знаток тонким вкусом. Вот вам и Дилюк всё уже разведал. Если вы его ищите, он вчера зарезервировал бутылку молодого вина и наверняка придёт сегодня. На первом этаже полно шумных гостей, поэтому предлагаю вам подождать на втором. Подождите на втором этаже таверни за столиком у перил. На втором этаже. Сай, а сколько лет тебе? Можно ли тебе пить вообще? Хотя ты же не лидер. Подожди, вот здесь что ли? Всё, путешественник и Пайман ждут на втором этаже. А ты, 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 ты. Подобро пожаловать, господин. Ваш заказ уже ожидает. А чё это за чел? Он пришёл, давай спустимся и посмотрим. Реально ведь на нас похож, смотри-ка. А чё такая камера странная? Я же вроде отдалён. Подожди, куда он спустился? А, к нему подсесть. Смотри, реально на нас похож. На главгероя. Вол. Ну и кто это? Здравствуй, я из Гидия Искателя Приключений. А он такой думает, ну и здравствуй, а мне на тебя насрать. Как поживаете? Я почётный рыцарь из Йорных Авонин. Вообще ноль внимания. Я путешественник. Путешественник? Зачем ты путешествуешь? Я ищу свою сестру. Достойная причина. Присаживайся. Это мы так беседу завязали, да? Какой странный тип. Что это за странный тип реально, ребята? Это мелочь. Что рядом с тобой? Это мой лучший друг. Ага, мы самые лучшие друзья. Путешествуют вместе с кем-нибудь. Плавно. Меня зовут Дайн Слейф. У вас ко мне какое-нибудь дело? Нифига какой попростный. А такого героя нет в игре, то есть нельзя выбить этого героя. На самом деле я хотел бы пригласить тебя путешествовать с нами. Идёт. Чё? Ещё минуту назад сидел как истукан. Что-то тут не то. Но мне потребуется аванс. Аванс? 500 моро и 3 ответа. Ну 500 моро вообще фигня, вопрос. 500 моро разве платёжка. Вопросы прочитать им чуть больше. Это всё? Это всё. Ну, 500 моро, Изи. Такая крошечная сумма, что-то тут очень-очень не то. Вот 500 моро. Спасибо. А теперь вопрос, здесь и сейчас. А если я отвечу неправильно, на эти вопросы, верного или неверного ответа, нет. Они лишь покажут твоё отношение. Меня интересует только твой выбор. Просто ответа будет достаточно. Хорошо. Вопрос первый. Во время нападения Ужаса Бури, вы вместе с этим Анном Архонтом, который зовёт себя Вейнти, спасли Монштадта. Кто, по-твоему, сыграл в этом ключевую роль? А ты знаешь, кто такой Вейнти? Что мне положено знать, я знаю. Отвечай на вопрос. Кто? Блин, я успел забыть вопрос. Погоди, я отвлёкся, у меня ещё таймер сработал, что серия закончилась. Чё он спросил? Погоди. Кто? Смог победить Ужаса Бури, что ли? То есть, его вопрос заключается в том, кто смог победить Ужаса Бури. Чё-то сложно. Ну, вообще, Ужаса Бури же я победил. Но он сказал, решающий вклад. Кто внёс решающий вклад? Ну, я. Интересно, интересно. Я понял. Вопрос второй. Властелин Камня, защищавший Гавань Ли Юэ, тысячи лет посредством своего сердца Бога, заключил контракт, завершающий все контракты, положения которого неизвестны. Теперь, когда их Бога нет, кто, по-твоему, будет защищать Ли Юэ? Цисин. Вроде бы. Цисин вроде же, да? Ну, точно не адепты. Адепты ушли. Цисин. Ты так считаешь? Понятно. Теперь последний мой вопрос. В этом мире некоторые получили глаз Бога, некоторые нет. Кто именно из них, по-твоему, для Богов важнее? Кто важнее для Богов? Кто важнее для Богов? Те, у кого есть силы, или те, у кого силы нет? Так боги на то и боги, что им плевать. Возможно, никто из них. Вот как? Ясно. Выходит, вы с ней совсем разные. В смысле? С кем с ней? Он чё знает нашу сестру? Чу-чу-чу-чу? Я принимаю 500 мор, и твои взгляды на мир мне примерно понятны. Теперь ты можешь давать мне поручение, как мы и договаривались. Но я принимаю только поручения, связанные с Орденом Бездны. Я, как и ты, путешествую. Ты ищешь свою сестру, а я противостою Ордену Бездны. Мне уже доводилось встречать этот Орден? Хм, чудовище, что служит бездне. Клыки и когти, с помощью которых Орден сеет на этой земле хаос. Следы Вестника Бездны привели меня в Манштадт. Вестник Бездны? Это ещё более уродливое порождение Бездны, которому подчиняется её магия. Если подумать, то после Ужаса Буря мы ещё ни разу не... Ага, точно, мы не сражались с Фатуев Лиёй, а они, люди и служители Ордена, которые не были бы людьми, нам не попадались. Боюсь, на то есть причина. Возможно, у них приказ избегать вас. Звучит опасно! Вдруг они ждут удобного случая, чтобы заманить нас в западню? Ну я их одолюю. Угу, мы самые крутые! Настрой совсем как у неё. Почему бы нам не сходить и проверить на месте? Согласно имеющимся зацеткам, Орден Бездны вновь заполонил Храм Сокола. Встретимся у Храма, возможно, твои вопросы о Бездне будут отвечены именно там. Он знает нашу сеструху, так это получается нифига не доктор, это какой-то основной сюжетный квест. А мне дали 60 осколочков или нет? Или мне ещё нужно продлить эту серию? Эта серия и так уже получается слишком долго. Подожди, 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 подожди. Не дали, ладно. Ладно, ладно. Так, подожди. Храм Сокола. Ну давай по Барику пройдём этот храм. Судя по всему, нам нужно пройти его. Направляйтесь в Храм Сокола. Ниже. А, вот. Дайн Слейб. Здравствуй, родной. В этом заброшенном храме действительно присутствуют следы Бездны. Сокол Запада. Ты мог бы парить в небесах, но вместо этого блуждаешься в Звятом Богом. О чём это ты? Ни о чём. Пройдём внутрь. Такое ощущение, что это какой-то слишком дофига прошаренный перс. Типа, это НПС, который знает всю игру. Местный Йода, он будет говорить тебе... О, кстати. В принципе, мы даже по уровню подходим. Единственное, что вместо Саи, наверное, стоит здесь кого-нибудь другого. Или ладно. Надо, Майкер. И так сойдёт. Ну так вот, он, короче, местный Йода будет нас учить, как управлять силой. Дыхание Бездны становится всё сильнее, и она совсем близко. Пайман, интересно, как выглядит Вестник Бездны, так же, как и Маги Бездны? А-а-а! Я убил Рейзера! Произошла печаль. Давайте сначала продвинемся дальше. Если вы его увидите, то без каких-либо объяснений поймёте, что это такое. Хорошо. Так, сундучки открываем, а то у меня вообще нет книжек. Вообще нет книжек, и очень-очень это меня печалит, конечно. Вот, ещё мы сейчас сделаем вот так. Станем вот так, и похилимся. И похилимся, и однозначно, однозначно нам нужно как можно... Скорее, закончить данную серию, потому что растягивать её сильно дольше не хочется, и не нужно. Но, так, идём, идём, идём куда? Идём вот сюда. Какой здесь? Болчий крюк делает, он же обычно в Спрингвейле. О, вот это... Здравствуйте, а чё-то вас понабежало побольше, чем было. А чё-то... А чё-то... А чё-то я не ожидал, что у вас будет только. Правильно говоря, ну давай мы их сейчас подморозим на кой-то мульту. Ай-то больно. Ай-яй-яй! Ай! Но она у меня мало прокачана, поэтому её легко убить. Тем более, на таком высоком уровне, естественно, она будет дохнуть. Поэтому давай сейчас быстренько вот так. Раз. 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 Всё здесь откроем. Пособираем. Ай-яй-яй-яй-яй. Да отпусти! Ты посмотри, какой гопник в углу зажал. Вот мерзавец. На, 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 на тебе, на. Надо накопить ульту и побыстрее. Ой. Так, всё, ульта есть. Соответственно, мы делаем. Делаем вот так. И вот так. Так, главную биг бодобосса ушатали мы. Так, тебе жахнем. Тебя тоже жахнем сейчас. Так, троечка вот так. Ой. Как она бьёт? Ну так, в принципе, неплохо. Быстро бьёт. Так, тут чё-то не пособирал. Тут чё-то активировал. Тут чё-то не пособирал. Осталось выбить ещё Ци-Ци и Йоймию. И я вообще соберу всех вайпы этой игры. Ну, там их вайпы, конечно же. Конечно же, моих вайпы. А у тебя там какие вайпы? Я вот, конечно, не знаю, не знаю. Интересно, есть ли кто-нибудь для кого я его вайпу? Ки-ки-ки-ки. Подожди. Каждый раз, когда я кубарем катаюсь, я хилю. Я думал, я хилю только когда бью. То есть, я хилю настолько люто? Нифига себе. Нифига себе. Так, получается, она очень лютый хил. Она может просто бесконечно кататься. И при всём при этом хилит всю команду от нанесённого урона. Жесть. Короче говоря, вернее, не от нанесённого урона, а просто там какой-то нормированной количестве. Короче, это очень круто, я хочу сказать. Это очень круто. Мне нравится. Мне однозначно это нравится. И хилит она вполне себе неплохо, я бы сказал. Ай, умирает только быстро, потому что она у меня не агнется совсем. Так, давай здесь быстренько всё пособираем. Ресурсы лишними не будут. Так, особенно в сюжетных локациях, вернее, не в локациях, а в сюжетных данжах. Куда здесь эти волчьи крюки, они же реально спрингвейли все, како это, эти крюки. Вот что, в конце будет какой-то босс, а-ля волк. Тут два каких-то чубрика. Два чубрика. Я хотел сначала Диону включить и ультануть, чтобы они мокренькие, но ладно. Ого! Унезапно. Унезапно, да? Раз, два, три. Четыре, пять, восемь, девять, тридцать пять. Давай убьем его быстрее. Ибо время-то реально поджимается и уже прям дотянулось, как бы сказал. Так, здесь все вроде бы нормалёк. Ушатали, берём Сайя. Ну, её нужно, конечно, апать, чтобы она не убирала так быстро. В остальном, она вполне себе неплохо пинает. Ладно. Так, ну ладно, чё я здесь, бери-ка, давай. Рейзер решает вопросы. Так, всё, поговорить с Дайн Слэймом. Давай поговорим. Всего лишь пара магов бездны. Похоже, Вестник уже ушёл. Можешь рассказать побольше о Борне небесе? Бездны? Это хаос, разрушение, непостижимый пучин и безумие, который разъедает само основание мира. Поэтому даже божественная слуга, Дракон Востока, не смог устоять перед её разрушительной силой. Монстры Бездны желают лишь одного, повергнуть мир под власть Архонтов. Похоже, ты много знаешь о Бездне, Дайн. У нас с Бездной долгие отношения. Ладно, хватит болтовни. Нам пора в Вольфиндом. Вот, я и говорю, там везде крючки валялись. Он нас отправляет в Вольфиндом. Это как раз и есть Принтвейл. По моим данным, Орден Бездны мог появиться на территории того старого Волка. Осота? Возможно, там мы обнаружим Вестника Бездны. Однако, ну за это ты квест мне дадут хоть? 50 осколочков. Я и думаю, что-то здесь везде крюки валяются. В общем. Так, опыт героя дали. Отправьтесь в Вольфиндом. Подожди, Вольфиндом! Сколько можно по этому квесту бегать? 158! Как всегда. Ну что, идти выполнять дальше квесты, это затянется. И серия из-за этого затянется. И загружать ее придется дольше. И вот это вот все. Ладно, побежали, короче. Добежим. Добежим по Берику, телепортимся. Хотя, подожди. У них тут не сундук в случае? Был бы сундук, я бы открыл сундук. Там как раз за открытие сундука дают 2 единички. Не сундук, так не сундук. Может быть, я... Где-нибудь здесь пропустил сундук? Не похоже. Жаль, конечно, ему что поделать. Придется, видимо, выполнять квест. Я вам, здесь, не нужно будет с боссом сейчас драться. Вот с боссом я точно не буду в этой серии драться. Это надолго. Я его не смогу победить один. Я и тогда-то его проходил. Когда звал на помощь людей на стриме. Вот мы и в Вольфиндоме. Думаешь, Дайн нас дальше ждет? Конечно. Где он ждет, просто? Друг волкам он не понравится. Подожди, где он? Понял? Выше. В смысле выше. Поговорите с Дайн Слейвом. Как понять, поговорить, где он? Ну, не вижу. А, вот ты где, господи. А это что такое? За костерочек. Дайн Слейв. Итак. Хозяин Вольфиндома. Блупус Бориалис. Длинные когти и острые клыки. Но он не покидает свое логово. Вы с ним хорошо знакомы? Нет. Я его не знаю. А он не знает меня. Я знаю об этом только потому, что один мой спутник интересовался историей волка. Ладно, пора проверить, не появлялся ли здесь Вестник Бездны. Чего начнем? Хм, а ты здесь стоишь не из-за того ли странного костра? Вер, видишь, что-то висит над костром? Это заклинание Бездны. О знаках повадки. Я думаю, что здесь еще должны быть подобные следы. Давай поищем. Ой, ну начинается. Найди то, не знаю что. Найди там, не знаю где. Пошло, поехало, короче. Дайте мне сундук открыть, короче, на два этих. Или вон можно достижение выполнить какое-нибудь. Подожди, а куда я... Куда я, стоп, 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 стоп. Попутал, попутал чутка. А вон сундук, кстати. Может мы его откроем. Или уж выполним квест. Ладно, давай выполним квест. Думаешь, монстры у костра управляют Орден Бездны? Страшновато. Давай разделаемся с ними. Разделаемся. Разделаемся. О, я их поджигаю. Я же... Это ветриной же перс, точно. Да, это же ветриной перс. Это же так удобно. Ты умрешь. А ты получил урон от перегрузки. Так, давай ультанем. Что делает ульта? А, она просто стоит и хилит, да? Так это получается, Сайю... Это полноценная замена Беннета, ребятки. Тогда получается, Беннет-то мне и не нужен, что ли? Однако... Однако... Однако, реально, получается, что Беннет мне не нужен. Теперь... Ха-ха-ха... Однако... Малыш Беннет будет расстроен. Мы променяли его на лоли девочку. Да. Как же сложно пробивать их щиты в себе. С этим все. Давай взглянем на костер. Давай. Похоже, это тоже их костер. Это все, что ты мне скажешь? Ну, мадак. Погоди. С помощью Сайи можно... Быстро передвигаться. Ееее! Реально. Это же как ускорялочка может работать. Теперь надо забраться наверх. Ой. Эй! Не обижай мою маленькую девочку. Ты что, балду? Что тебе? Дядя Рейзер бошку оторвет за Сайю. Постоим. Так, пошли. А-а-а-а... Еще одно местечко. А, и все, здесь даже убивать никого не надо. Отлично. Да, блин. А эти монстры откуда вылезли? Давай разберемся с ними. Давай. Разберемся. Не того героя я взял. Единственное, что у меня теперь нет огня в патчах, да? Но у меня четыре разных стихии. Может быть, заменить нингуанку на сянлинку? Я планирую, ребятки, скоро записать серию, где мы будем бездну проходить. Хоть немножко надо пощупать уже бездну, потому что все-таки я давно в игре, а в бездну даже не заходил и даже не знаю, что это. Короче, ждите, скоро будет серия про бездну. Вот, я сделаю ее сюжетно, то есть она будет просто под запись серии минут тоже на 45. И мы там будем изучать бездну и все, что с ней связано. Так, дождитесь наступления ночи. О днем тебе не разговаривать, товарищ Dyneslave. Я, кстати, забыл прочитать, знаешь что? А какая у нее фасила? Во время лечения персонажа также восстанавливать в ближайшем к нему персонажа хп, равное 20% восстановленного хп, увеличить радиус на 7 противников урона. А это? Когда саю в отряде, ваши персонажи не будут спугивать кристальных бабочек и некоторые другие типы животных, существа, на которых действует этот навык, указаны в подразделе прочей раздела счетва, фауна, меню архив. Нифига! Так это я могу охотиться что ли теперь беспалевно? То есть я кабанчиков, наверное, пугать не буду. Аллилуйя. Блин, это реально полезно, отвечаю. Так, что ты скажешь, мистер Dyneslave? Ну как, поиски? Мы нашли много следов. А я здесь тоже поискал, действительно много следов. Однако это всего лишь следы магов Бездны, в них нет силы самой Бездны. Похоже, что даже Вестник Бездны не особо желает сердить волка Севера. Лучше нам тоже уйти. Что мне нравится в Таром Волке, так это его понятие о территории. Но у нас не осталось зацепок, неужели мы сдаемся? Нет, осталось еще последнее место. Давай скорее, я жду тебя в логове Ужаса Бури. В смысле? Ааа, дайте мне мои 60 кристалликов. Ладно, пошли найдем сундук, короче. Наверняка где-нибудь я здесь не открыл какой-нибудь сундук. Из-за него мне дадут... Люлей, наверное, как и всегда. Может быть и парочку кристалликов тоже дадут. Ну просто чё, сейчас этот крест, походу, очень надолго. Сейчас пробегусь, не найду тот, когда оставим этот ролл до следующего раза. Ну вот так вот, ребят, ну вот а чё? Не делаешь же серию 3 часа. Сейчас вот выполнять тот квест, потом кажется, что там мы его не выполним снова. Кто-нибудь видит сундук, ребят? Я не вижу. Не открытый сундук. Важная поправка. Понятное дело, что я здесь уже открыл локации, но я так посмотрел. Сундуки-то респятся. Заново, потому что я зачистил всю карту и у меня снова появились сундуки. А чё-то мне игра об этом даже не говорила. Что сундуки будут респиться. Понятно, что там всякие растения респятся и вот это вот всё. Но в сундуки... Тут в сундуки респились. Торкова у нас, конечно, не было. А я куда-то иду, здесь особо даже ничего и нет. Может быть, вот тут где-нибудь справа будет сундук. Но если вот я не найду в ближайшие, я не знаю. В ближайшие сколько-то секунд. То мы закончим. Не будем сундук искать. Просто мне кажется, здесь где-нибудь должен быть сундучок один. Маленький сундучок. Базязи. Ну, базязи, я хочу крутануть. Вижу вроде вон там сундук, да? Это сундук или это бочка просто? Походу это бочка просто. Да, это просто бочка. Там стоит маг. Это бочка, которая взрывается. Ну, я лыпал. Ну, что такое, ребят? Вот мы договаривались. О, не мог его. Кек. Однако. А как его собрать? А как его собрать? Внезапно. А, так, подожди, раз, два, а третий где? А, вот. Так, халявный он не мог. А чё я не могу? А чё только внизу поднимается? Не, ну твое, он не хватит. Ну, хотя не мог его собереть. Тем более, они всё равно нужны. Так, в итоге, ещё раз. Ещё раз, ещё раз, ещё раз. Мне надо, наверное, его просто принести туда. То есть мне нужно собрать, где тут вот один, да, я собрал. Второй и третий принести прям к месту. А я, да, это же, вот эти штучки, их нужно, короче, ещё правильно в нужных местах активировать. Так, всё, собрали. В итоге, сундука нет. Квест какой-то очень долгий оказался. Там вам какое-то... Или это испытание, может быть, испытание пройдём. И за испытание получим сколько-то чего-нибудь. Или уж ладно. Наверное, уж ладно. Давай проверим, точно ли у меня нет уже готовых роллов. Один, кстати, есть. Ну и давай, круганём. Ну, здесь ничего такого интересного, видимо, не будет. Ну, ладно, что поделать. Собственно, ребятки, на этой прекрасной ноте будем заканчивать. Давай сделаем какую-нибудь фатулю нашей прекрасной Сайо на фоне чего-нибудь красивого. И закончим на этом данную серию. Давай не здесь. Давай. Вот здесь. Есть тут одно интересное место, на фоне которого можно делать клёвые фоточки. Это оно? Не совсем, но, впрочем, тоже неплохо. Впрочем, тоже неплохо. Вот я откуда-то вон с той горы делал интересные фоточки. На фоне вот этого дерева просто, понимаешь? Вот дерево можно было увидеть. Или можно вот так вообще сделать. Ай, не хотел падать. Соберись назад. Маленький бельчонок. Так. Ну и вот. Значит, делаем фатулю. Скрываем личную инфу. Это всё нормально. Это всё окей. Как-то вот так, ребятки. Как-то вот так. Ага. А, я не знаю, в какой момент я сделал. А, я, кстати, не сделал. Я же... Ой, я по привычке нажал принтскрин. Господи боже. Сейчас, погодите, ребятки. Надо же было интер нажать. Я уже всё из другой игры перешёл. Ну, до этого другую игру записывал просто. Ну, давай, давай анимашку, анимашку. Идя, иди. Можно вот так, конечно, сделать. Но мы ещё дождёмся, когда она будет превращаться. Ну, давай. Будьте лапкой. Всё. Молодца. Вот так. Вот. Собственно, ребятки, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. Ссылочка на плейлист прохождения этой игры, конечно же, будет в описании под видео. Ставьте ваши лайки, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, на группу Кассов, чтобы отменить РД и Скорда. Оформляйте подписку, чекайте мой инстаграм. Удачи в играх, и не только. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok